здравствуйте друзья здесь демитков юрий вновь хочу вернуться к теме сбережений и теме инвестиций как сравнивать различные инвестиции в чем хранить деньги как правильно принимать инвестиционные решения то есть вопрос следующий как мы будем сравнивать инвестиции смотрите вот у нас есть какая-то сумма денег и вот эта ширина этого прямоугольника это предположим один год и если мы мы можем хранить эти деньги в наличке правильно вот если мы храним эти деньги в наличке то денег не станет ни больше ни меньше правильно наличка и многие предпочитают хранить деньги в наличных денежных средствах но в чем здесь минус а минус следующем минус в том что эти деньги съедает инфляция давайте нарисуем инфляцию инфляция очень трудно подсчитать на самом деле у каждого инфляция своя но сейчас мы не будем останавливаться предположим что инфляция где-то в районе там 4 5 процентов как она объявляется ну и очень похоже что это действительно так вот инфляция то есть смотрите если денежки у нас лежат в наличных то это не значит что они застрахованы от риска это значит что они подвержены инфляции и наши денежки тают то есть в начале года мы на эти деньги можем купить вот столько а в конце года вот столько то есть поэтому ценность этих денег через год уменьшается на сумму инфляции для того чтобы ценность денег не уменьшалась что мы можем сделать мы можем положить их на депозит давайте нарисуем сейчас депозит вот он будет зелененький депозит у нас примерно по размеру совпадает с инфляцией вот поэтому вот такой депозит у нас будет кто-то предпочитает хранить деньги на депозите смотрите на депозите инфляция у нас скажем предположим сколько там но 5 процентов а депозит у нас 7 процентов что это значит что инфляция съедает 5 процентов от наших денег депозит добавляет 7 процентов в сумме мы можем купить на 2 процента товаров больше чем было в начале года то есть депозит это по-любому лучше чем наличка потому что инфляция съедает наличку вот но кое-кто предпочитает хранить деньги в долларах давайте нарисуем доллар доллар у нас будет зелененький и курс доллара меняется в начале года был курс 1 доллара в конце года другой то есть в рублях эта сумма увеличилась вот и но вот это вот уже линия она может быть выше депозита а может быть и ниже депозита и она боже может быть даже ниже инфляции если это кривая если вот эта прямая по доллару ниже чем инфляция то в общем сказать выгоднее положить на депозит то есть если в начале года вот доллар стоит там одну сумму а в конце года он будет стоить но практически столько же то это все равно что класть деньги в наличке видите да то есть вот все равно инфляция съедает то есть мы в конце года поменяли доллары на рубли на эти рубли можем купить меньше но бывает ситуации когда инфляция вот такая вот такие ситуации тоже бывают не инфляция а доллар сказать резко скакнул вверх и тогда естественно выгодно хранить деньги в долларах и в 90-е годы вообще не было проблемы в чем хранить деньги потому что ну была бешеная совершенно инфляция и при этом доллар бешено дорожал соответственно все проблемы были в следующем как быстрее избавиться от рублей куда-то их вложить поэтому значит ну давайте нарисуем сейчас доллар примерно вот я даже не знаю вот он должен совпасть по идее с депозитами ли быть чуть ниже депозита вот на настоящий момент как вы его оцениваете я не знаю но пусть будет вот для того чтобы он просто отличался вот здесь нарисуем доллар понимаете что доллар может быть ну он может стоить и любую сумму и какой он будет я не знаю сейчас кто-то говорит вот сейчас доллар например да дешевеет но об этом чуть позже на самом деле хорошо вот вот он у нас так что это у нас доллар вот он у нас доллар теперь дальше а дальше следующий а вот то что я предлагаю прямо вот усиленно я всем говорю ребята вкладывайте деньги в акции я прямо вот всех призываю в акции класть на что у нас с акциями акции вот например вот они могут быть там еще интереснее акции могут вырасти на 30 процентов но упасть и упасть теоретически они тоже могут но как правило акции за год вырастают и вырастают они больше чем доллар но в частности 2016 год там я рассказывал про модельный портфель на акции выросли на 30 с лишним процентом это примерно вот так потом на 24 процента в прошлом году акции выросли примерно вот так на уровне депозита или ниже тот же самый модельный портфель то есть как они вырастут неизвестно с акциями полная неопределенность но значит есть предположение что акции вырастут вот настолько и какие это акции это будем акции российских компаний то есть акции в рублях теперь дальше для того чтобы просто деньги в долларах не лежали мы можем деньги в долларах положить куда в долларовые какие-то активы если мы ухитримся вложить в такие активы которые растут в долларах быстрее чем чем сам доллар ну то есть они растут по крайней мере то смотрите что получается вот мы в долларах положили столько в начале года в конце года вот столько сейчас я нарисую вот здесь подпись делаю акции в долларах вот но здесь смотрите то же самое получается акции в долларах они же заразы могут как вырасти так и упасть и посмотрите что получается вот если акции в долларах упали то мы понесли понесли убыток в долларах а доллар при этом вырос то есть наш убыток вот на вот этот размер роста доллара еще вот так вот то здесь тоже бабушка надвое сказала но как правило доллар у нас растет примерно так же как ставка по депозиту и акции в долларах тоже как-то растут и растут они весьма немало там тоже на ну вот в прошлом году насколько я помню нет в прошлом году они вот так вот они упали по итогам года но в начале следующего года они все нарастили сейчас на максимуме то есть вот это положение прямой вот с акциями в долларах она вполне вполне себе отражает действительность что еще у нас какие факторы еще у нас существует ну есть люди которые вкладывают в недвижимость и ну здесь подход точно такой же сколько будет стоить ваша недвижимость концу года а если акции вот рублевый скажем будут очень здорово расти что у нас получится смотрите вот например если акции рублевые выросли вот настолько то есть я ну как бы вот они выросли настолько то смотрите какой еще есть линию можно нарисовать я еще одну линию сейчас нарисую сейчас вы поймете почему я ее рисую смотрите если не еще вот есть депозит да а есть ставка по кредиту ставка по кредиту она больше чем инфляция и больше чем ставка по депозиту то есть она примерно так вот так вот хорошо вот так вот раз вот вот это ставка по кредиту посмотрите что получается получается следующее смотрите но если ставка по кредиту меньше чем рост акций то смотрите, что получается, выгодней взять кредит в банке и на него купить акции или все, что угодно. Вы знаете, я ярый противник того, чтобы брать кредиты, потому что акции не будут расти, это точно совершенно. Так, по крайней мере, сильно. Поэтому я очень не советую вам брать. То есть я оставлю акции в рублях вот так, как они и были. Но смотрите, какая ситуация была однажды. В начале 90-х годов, когда только-только все начиналось, только-только переходный период от социалистической системы к нашей капиталистической, была ситуация, когда инфляция была, посмотрите, какая, инфляция была бешеная. Ставка по депозиту. Ставка по депозиту, все люди хранили деньги в Сбербанке, и ставка по депозиту, а, нет, по депозиту вообще ее не было, она была 2% ставка по депозиту. И Сбербанк вдруг решил, что он будет давать, посмотрите, какая любопытная ситуация была. Сбербанк решил, что он будет давать кредиты, и он еще никогда этого не делал до этого. То есть была ситуация в Советском Союзе, кредиты практически не давались, по крайней мере, вот наличкой. А тут Сбербанк сказал, будем давать потребительские кредиты, и он стал давать потребительские кредиты вот на таком уровне. Вот, ставка была 6%, ставка по депозиту была 2%, то есть она практически не отличалась, вот было, какая советское время. И что было? Когда Гайдар отпустил цены, инфляция была вот примерно, сейчас я нарисую, зашкаливала вообще все. Вот, вот так. То есть если у вас было 100%, то к концу года они превращались, там, каждое из 100 рублей превращалось примерно в 6 рублей. Да, были такие периоды. И вот посмотрите, что получается. Было выгодно взять буквально деньги в кредит у банка. Мы берем в кредит вот столько, отдаем за кредит вот столько, и у нас остается вот столько денег. Понимаете? То есть бывают такие ситуации, когда выгодно взять в кредит, и когда инфляция, например, сильно опережает кредитную ставку, такое, так сказать, ну просто, ну это был идиотизм со стороны Сбербанка, честно скажу. Вот, ну если он был, чё ж не пользоваться. Я этим воспользовался в свое время дважды. Дважды. То есть мы два года подряд брали кредиты в банке под 6% годовых. Банк давал совершенно спокойно кредит наличкой, и мы на них просто покупали сапоги, там, еще одежду, которая дорожала. Вот. Кстати, в качестве актива запросто может быть и, скажем, одежда там и так далее, и так далее. Я об этом, может быть, коснусь дальше. То есть смотрите, что мы делаем, когда мы выбираем объект для инвестирования? Мы предполагаем, то есть мы решаем задачу прогнозирования. Мы прогнозируем, а какой будет, значит, наш портфель, вот если мы вложим в акцию, насколько он будет опережать инфляцию, насколько он будет опережать ставку по депозиту. То есть если ставка по депозиту выше, чем рост акций, то есть акции, скажем, вот сюда, то нахрен нам не нужны эти акции. Надо положить деньги на депозит, и это будет выгоднее. Но если акции вырастут, а они растут, как правило, быстрее, чем инфляция, то, соответственно, и быстрее, чем депозит, то, соответственно, выгоднее акции покупать. Но здесь, я надеюсь, все понятно до настоящего момента. Не так ли, да? А теперь смотрите. Теперь я хочу внести сумятицу. Вот, посмотрите, вот здесь у нас, здесь начало года, здесь конец года. И вот у нас есть линии, которые соединяют начало и конец года. Вот, смотрите, вот линия, которая показывает депозит. Сейчас я ее приведу в то состояние, в котором она должна быть. Вот она, линия по депозиту. Вот. А, она на уровне инфляции где-то. Вот она на уровне инфляции. Вот, посмотрите. Ставка по депозиту, то есть мы положили, и она в течение года не меняется. Это действительно прямая линия. Кредитная ставка, если мы берем кредит в банке, она тоже прямая линия. А вот уже инфляция, это уже не прямая линия. Что такое инфляция? Инфляция – это, ну, грубо говоря, рост цен. Это обесценивание наших денег. И поэтому инфляцию можно обозначить не так, а инфляция – это уже не такая прямая линия, а она будет примерно вот так вот выглядеть. Смотрите. В начале года, до марта месяца, вот такая инфляция, она вот так вот скачкообразно. Раз. И ушла. А потом она идет как-то вот так вот, постепенно вот так вот. Она прекращается в конце года. Потом даже, значит, смотрите, вот где-то с середины года она уменьшается, становится даже отрицательной, потому что овощи и фрукты дешевеют, мы меньше тратим на отопление. Вот. Летом, да. А потом, значит, она снова как-то вот сюда идет. То есть вот эта вот линия с инфляцией, она уже не прямая. Понимаете? И поэтому наша наличка в начале года тает быстрее, чем в конце. Теперь дальше. Что касается курс доллара. Давайте посмотрим на курс доллара. Тут вообще замечательно бывает. Вот посмотрим 2014 год или какой там. Ну, на самом деле, курс доллара – это обратная вещь от инфляции. Как правило, он в начале года там дорожает, а может и не дорожает. То есть курс доллара, он вообще непредсказуемый. Будут санкции, не будут санкции. В прошлый год, например, был курс доллара, вот он был вот такой, на постояночке шел, да. А потом он, значит, где-то в мае месяце там ввели санкции, значит, там в апреле, и, значит, он скакнул. Вот. Потом, значит, он скакнул сюда. То есть у него, у курса доллара тоже линия далеко не вот такая вот, да. Она вот, вот, вот может быть вот такая вот. Вы видели, да, как курс доллара меняется? Вот. То есть он меняется вот как-то так, так. Вот. И, значит, вот так. А потом в конце года бам, и пришел вот сюда. То есть вот я хотел сказать, что по доллару линия не прямая. Что касается акций американских. Американские акции, ну, они вот так вот идут. Вот. Вот. Они вот так вот как-то идут. Они могут вот так вот идти, потом вот так вот идти. Вы видели курс S&P 500. Вот в прошлом году они росли, 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 росли. Потом, значит, в конце года вот так вот они ушли, а потом вот сюда. Понимаете? То есть здесь еще больше неопределенность. И то же самое можно сказать про акции рублевые. Здесь то же самое. Есть неопределенность. И еще неизвестно, где неопределенность выше. Ну, вроде бы меньше всего можно спрогнозировать российские акции, потому что здесь еще и политика. Но вот они тоже точно такие же. И поэтому вот картина. Я понимаю, что я вас запутал. То есть когда были прямые линии, это было еще понятно. Но когда линии кривые, то уже приходится смотрите, что надо делать для того, чтобы оптимально, оптимально спрогнозировать нашу стратегию. Мы просто берем и сужаем вот этот вот период наблюдения. И, ну, вот в данном моменте, да, в данный момент мы видим, что в начале года вот до сих пор выгодно было вкладывать в акции российских компаний. Видите, да? А потом, значит, акции российских компаний падают, акции американских компаний падают. Ну, вообще доллар не растет. Короче говоря, просто тупо совершенно уйти в наличку. И, смотрите, вот мы в акции российских компаний ушли, потом мы ушли в наличку. До каких пор мы ушли в наличку? Пока не начали расти акции американских компаний. S&P 500. Акции американских начали расти. Видите, да, темно-синяя линия? Мы ушли в акции американских компаний, купили доллары, и а доллар при этом, ну, он тоже вот начинает расти. Вот, мы уже оседлали вот эту вот волну. Понимаете, да? То есть, смотрите, сейчас я попытаюсь нарисовать. Так, каким цветом нарисуем? Каким-нибудь радостным цветом? Нет, радостного не получается. Пусть будет наш депозит да черный, бог с ним. Вот, смотрите, вот, вначале мы идем вот сюда, вот, вот так. Потом, значит, ничего не радует нас, мы идем в налички. Потом, значит, нас радуют американские компании, вот они. Потом мы с американских компаний перестали расти, российские компании оседлали. Вот, у нас растет депозит. Потом, значит, российские компании начинают падать, а у нас доллар начал расти, и у нас доллар начал расти вот сюда. Ну, я рисую оптимальную стратегию, понимаете, да? Вот. Потом, значит, доллар рос-рос, и вдруг американские компании, значит, начинают тоже расти. Мы начинаем вкладывать в доллары снова. Потом, вот они, акции американских компаний перестали расти. Мы резко продаем акции американских компаний, продаем доллары, вкладываем все тут же в российские акции, и мы понеслись вверх. Вот. А потом опять в наличку. Зачем нам? В наличку. Вот. Или на депозит. Ну, на депозит надолго не положишь. Вот. Вернее, на быстро. И так далее. И если мы вот здесь вот опять же, смотрите, ну, аналитики говорят, что самая простая стратегия, это вложить деньги в августе в акции просто российских компаний. Уже много лет такая стратегия приносит однозначно прибыль, поэтому вот, ну, дальше, там, скажем, акции российских компаний. Почему нет? Вот. И все. И мы уже опережаем значительно все. Поэтому вот такая задача стоит. И вот здесь вот мы просто, как управлять надо инвестициями? Надо каждый раз смотреть на то, как ведут себя текущий момент. То есть вот эти все линии, они кривые, только кажутся. А на самом деле, вот если мы раз, вот здесь вот они прямые, можно сказать, на этом участке, на этом участке через следующий месяц, тоже они прямые. И, ну, на коротком периоде мы можем спрогнозировать, что, ну, вот сейчас вроде ничего не происходит, да? Вот. Где мы сейчас находим? Сейчас мы находимся примерно вот здесь. Что это такое? Это период выплаты дивидендов. Что это такое? Это значит, что выплачиваются дивиденды для того, чтобы выплатить дивиденды. А компании что делают? Они продают доллары. Поэтому сейчас курс доллара немножечко снижается. Вот. Потому что доллары продаются. И выплачиваются дивиденды. Когда выплачиваются дивиденды, что, значит, происходит? До дивидендной отсечки акции растут практически с огромной вероятностью. Все акции, я посмотрел просто, ну, на поведение акции перед дивидендной отсечкой акции, как правило, растут. Поэтому выгоднее до дивидендной отсечки купить акции. Вот. Ну, скорее всего, они вырастут. Вот. А доллар при этом падает. Но в конце лета, где-то в августе, все дивидендные, все отсечки прошли, все прошло. Акции упали. Вот. Ну, то есть перед дивидендной отсечкой можно акции продать, либо, значит, получить дивиденды и ничего не делать, потому что через, так сказать, ну, в конце года они вырастут. Это каждый по-своему. И дальше уже с августа либо доллар будет расти, там, либо акции растут. То же самое, как говорят аналитики, что они однозначно растут. Что там будет Трамп делать, надо смотреть. Поэтому можно купить американские акции, можно купить российские акции. Вот. Вот такие ситуации. Что еще я хочу сказать, что когда были 90-е годы, все было однозначно. Там была бешеная инфляция, никаких акций не было, ни российских, ни американских. Поэтому... Поэтому неважно было, куда вкладывать. Вот. А... Ну, то есть не было таких вариантов. Депозит тоже. То есть нам надо было куда-то всегда вкладывать в какие-то... Ну, на депозит или там в доллар и все. Вот. Сейчас у нас есть, во-первых, масса вариантов и есть масса неопределенностей. То есть, когда все в экономике растет, индекс S&P растет, там было понятно, что надо вкладываться в американские акции. Индекс S&P сейчас не растет. Вот. С российской экономикой тоже непонятно, там полный застой и вряд ли что будет расти. Поэтому тоже непонятно, надо ли вкладываться в российские акции. Депозит 6-7 процентов. Тоже непонятно, надо ли вкладываться в депозит. Вот. И что же делать? Вот. Ну, я предлагаю следующее. Я понял, что я уже внес полную сумятицу в мозги. Что же делать? Какие... Какую стратегию выбрать? Куда вкладываться? Ну, во-первых, надо, конечно же, наблюдать. То есть, сейчас перед дивидендной отсечкой, вы видели, я покупаю акции. И перед дивидендной отсечкой они так растут, что, в общем сказать, быстрее, чем кредитная ставка. Поэтому я беру... Я очень здорово влез в кредит на короткий период. Потому что за кредит я, так сказать, ну, заплачу полтора процента. Я уже рассказывал. Надеюсь, получить там 5-6-10 процентов. Вот. На дивидендной отсечке. То есть, здесь-то более-менее понятно. А вот что потом глобально? Что делать? Ну, есть какие еще варианты? Есть варианты следующие. Просто отдать деньги, так как мы не понимаем, что делать, можно отдать деньги в управляющую компанию. Что это такое? Управляющая компания, это как раз там люди, просто они этим занимаются, тем, что вкладывают куда-то деньги в надежные инструменты. Они, как раз эти аналитики, занимаются именно этим. Но они вкладывают в надежные инструменты, в консервативные, поэтому рост там небольшой, хотя он больше, чем депозит. То есть, отдать деньги в управляющую компанию, я считаю, что это неплохая идея. Совсем даже. Еще вариант, ну, например, вот тот же самый модельный портфель. Неплохая идея, потому что, опять же, аналитики, они, так сказать, там, думают, вот какие акции вырастут, какие нет. Они анализируют. Тоже неплохая идея. Есть еще варианты, там, скажем, ПИФы или ЕТФы зарубежные. Это то же самое, что управляющие компании примерно. То есть, смотрите, управляющие компании, вот ПИФы, ЕТФы и модельный портфель, все это в куче. Я могу сказать следующее, что да, мы доверяем деньги управлять нашими деньгами кому? Специалистам. Они вкладывают куда-то, они стараются, чтобы деньги, ну, вот, по крайней мере, у открытия, чтобы модельный портфель рос минимум в два раза быстрее, чем, ну, то есть, давал доходность минимум в два раза больше, чем депозитная ставка. Это их цель. Вот такая. В чем минусы? В том, что мы платим за их работу процентами. Ну, скажем, за модельный портфель берется 3% годовых за управление модельным портфелем. И аналогично совершенно ПИФы и управляющие компании берут от 3 до 5%. Тут никуда не денешься. Если мы хотим сами управлять, то, конечно, мы должны постоянно, ну, следить за всякими событиями экономическими, подписываться на канал, там, Демиткова Юрия, например, да, который рассказывает, что выгодней. Вот. Есть еще один вариант, когда вот боковой тренд, непонятно что, это вот как сейчас буквально, да, то есть вариант вкладываться в ноты, про которые я тоже рассказываю. То есть, опять же, надо подписаться на канал Демиткова Юрия, вы уже поняли, да, и слушать, значит, какие ноты актуальны сейчас. Ноты дают доходность 15%, 10% годовых в долларах. 10, 15, там, 6, 7, там, они разные бывают в долларах. Вы нигде такую доходность в долларах не найдете. То есть, ноты, это очень здорово, но там есть риски определенные, о которых я тоже рассказываю. Вот. Поэтому надо смотреть, надо прогнозировать. И, да, есть еще структурные продукты с защитой капитала. Я тоже о них рассказываю. Поэтому, значит, что такое структурные продукты с защитой капитала? Там выбирается одна или несколько акций. И, значит, там делается следующее. Вкладывается основная часть средств, в надежные инструменты, в ОФЗ, например, да, которые наверняка вырастут. И вот основная часть, там, 90% вкладывается в ОФЗ. Если ОФЗ вырастет на 10%, то, значит, соответственно, у нас будет 100%, то есть защита капитала 100%. Уровень защиты капитала мы выбираем. А вот эти 10% вкладываются во что? Вкладываются в производные финансовые инструменты, такие как опционы на рост вот этих акций. И если акция вырастает, то опцион растет кратно. То есть там в 5 раз быстрее, чем рост акций. То есть и так подбирается, что если акция выросла, то, соответственно, мы получаем ровно столько же, насколько выросла акция. А если акция упала, то, соответственно, мы ничего не теряем. Вот такие продукты есть. И какой из них выбрать? Ну, решать, конечно, вам, советоваться и подписываться на канал Демиткова Юрия. Спрашивайте, я отвечаю. Вот. Структурные продукты защиты капитала, они доступны каждому. Ноты доступны, как правило, квалифицированным инвесторам. То есть там, ну, достаточно большие деньги минимальные для входа. Ну, например, там в структурные продукты войти можно там буквально от 100 тысяч. Вот. Ну, обычно 250 или 400 тысяч структурные продукты. Ноты бывают от 400 тысяч. Они доступны всем. Это на российском рынке. Либо на международном рынке. Там уже требуется статус квалифицированного инвестора и минимум 10 тысяч долларов. Ну, а можно смотреть мой канал и следить за тем, какие акции я беру и просто, например, ну, это делать. А акции совершенно спокойно могут давать. Вот я показал недавно совсем видео. Ссылку на него вы видите. 75% в год запросто можно делать на акциях. Поэтому, друзья мои, я понимаю, что я внес сумятицу, что все это достаточно сложно. Надо в этом разбираться. Но если мы в этом разбираемся, то наши денежки будут расти. Поэтому это надо делать. Вот. Я надеюсь, что я что-то пояснил, что-то, наоборот, запутал. Но поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Спасибо за внимание и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok